Дорогие друзья, всем огромный привет! Последние недели августа. Погода по-прежнему тёплая, прошёл небольшой дождик, стало немножко легче дышать. Но сейчас я хочу рассказать вам не об этом. Как вы знаете, во многих магазинах одежды и обуви уже стартовали финальные летние распродажи, а многие магазины наряду с распродажами потихоньку выставляют товары осеннего ассортимента. Хочу себе купить лёгкую укороченную куртку, поэтому пошла в магазины, чтобы посмотреть, присмотреться, что ж всё-таки можно купить. Словом, кому интересно, присоединяйтесь. Приятного вам просмотра! Очень заинтересовали вот эти переливающиеся сапоги бренда Zara. Не то, чтобы они мне очень понравились, но просто вот стояли, сверкали, подошла, посмотрела стоимость. 369 белорусских рублей, вверх 100% хлопок. Состав подкладки хлопок и полиэстер. Скорее всего, эти сапоги предназначены на тёплую осеннюю погоду. В манго появились жилетки. Эта жилетка на синтепоне. В рельефе есть карман, застёгивается на кнопку магнит. Стоит эта жилетка 159 рублей 99 копеек. Эта жилетка сшита из ткани баллонья. Я не нашла плотность синтепона, который вставлен в эту жилетку, но где-то 150 грамм. И, на мой взгляд, здесь должен быть капюшом. Заровские утеплённые куртки для детей. На довольно-таки такой высокой стойке. На замке есть дополнительно планка. На полиэфирной подкладке стоят эти куртки 109 рублей. Наш магазин «Спортмастер» перестроился гораздо быстрее. И уже здесь выбор различных курток, скорее всего, они с прошлого сезона, гораздо больше, чем в остальных всех магазинах, в которых я была в нашем городе. Эта куртка утеплённая. На этикетке написано, что куртка утеплена искусственным пухом. Искусственный пух – это материал из полиэфирных полых волокон, обработанных силиконом. Стоит эта куртка 288 белорусских рублей. А вот эта куртка уже на более тонком синтепоне. Она стоит 216 рублей. И я примеряю 52 размер. У этой куртки очень удобная посадка рукава. Ничего нигде не жмёт. Ширина рукава достаточная. И главное, что здесь есть капюшон. Для меня это немаловажно. Подкладка у этой куртки полиэстер. Все швы запакованы отделочной бейкой. Все комплектующие материалы этой куртки указаны на торговом ярлыке. И это в основном всё полиэстер. Модель из такой же ткани, как только что я мерила куртку. Даже простёгана одинаково. Только это уже, как вы видите, жилет. И стоит он 126 рублей. Я примеряла 52 размер. Очень понравился вот этот жилет. И своим цветом, и высоким воротником, переходящим в удобный капюшон. Но я всё-таки искала куртку. Так прекрасно, если бы была такая модель, конечно, куртки, то я бы её купила. Жилет стоит 180 рублей. И я примеряла 50 размер. И ещё один жилет с такой же ценой. В размерных характеристиках указано два размера 50-52. Но мне кажется, что вот жилет с высоким воротом, переходящий в капюшон, гораздо лучше. В этом магазине Спортмастер я особо себе ничего не насмотрела. А это вот, смотрите, написано джемпер женский. Размерные характеристики 42-44. Стоит он 108 рублей. Решила сходить в Айкики. Конечно, рядышком магазин Мегатоп. Зашла посмотреть, что здесь. Но эти все модели я вам тысячу раз показывала. Это все модели с прошлого сезона. Ну, а стоимость вы видите. Магазин выставляет на продажу и мужскую обувь. Вот, например, эти мужские ботинки. Верх натуральная кожа. 123 рубля 83 копейки. Скорее всего, все эти модели с прошлого сезона, так как нет всех размеров. А вот эта модель уже на распродаже. Вверх натуральная кожа с перфорацией. Стоит, ну, почти 70 рублей. И в магазине уже нет всех размеров. Итак, магазин Вайкики. Убирают всю летнюю одежду. Скидки на разные футболки максимальные. Можно найти, например, вот такую базовую футболку. Стоит она всего 10 белорусских рублей. Пар курток невелик. И те куртки, которые сейчас висят в магазине Вайкики, это все куртки с прошлого сезона. Стоит вот эта куртка 104 рубля 95 копеек. Куртки на тонком синтепоне приблизительно 100-120 грамм. Дорогие мои зрительницы, если для вас граммы синтепона ни о чем не говорят, хочу добавить, что эта куртка, скорее всего, на раннюю осень или на позднюю весну. Вот я примеряю эту куртку. Она мне мала по линии груди. Кроме того, у нее нет капюшона. Для меня в той куртке, которую я хочу купить, это обязательное условие. Я примеряю 40 размер, как заявлено на ярлыке. Сейчас в магазине самые большие скидки на различные виды джинс, спортивных брюк, шорт. Например, вот эти джинсы стоят 29 рублей 95 копеек. В мужском отделе тоже скидки. Например, вот эта футболка. Хороший размер 2ХЛ 100% хлопок. Стоит всего 10 рублей. На мой взгляд, отличная домашняя футболка. Очень люблю одел детской одежды в магазине Вайкики. И вот уже продают теплые куртки. Стоит она 79 рублей 95 копеек. На толстом утеплителе и подкладка еще хэбэшный флис. Но это уже, конечно, зимний вариант. Что касается летней одежды, то здесь тоже скидки. Вот, например, это футболка для мальчика. 10 рублей 100% хлопок. А этот жилет уже на скидке. Скорее всего, он с прошлого сезона стоит почти 60 рублей. Очень яркая подкладка. Такая же молния и внутренний капюшон. В другом доме Вест, там, где магазин Вайкики, Мегатоп, на втором этаже фирменный отдел Бел Вест. И вот, пожалуйста, новинка. Ботинки на осень. Стоят они 249 рублей 70 копеек. На обувь я сделаю отдельный обзор. А пока еще одна новинка. Консультанты в магазине сказали, что очень удобная колодка. И эта новинка стоит 329 рублей 70 копеек. Магазин Gloria Jeans. Это, конечно, больше модель для молодежи. Стоит она 150 рублей. Вверх – полиэстер. Подкладка – полиэстер. Искусственный мех. Утеплитель синтепон. Что касается наших магазинов Second Hand, они более оперативны. И вот уже в магазине оденье большое поступление товаров осенне-зимнего ассортимента. Я бы не сказала, что куртки уж в идеальном состоянии. И модели так себе. Да и цена. Вот, например, это стоит 95 рублей. В магазине новый завоз, поэтому цены стоят максимальные. Но я считаю, можно подождать немножко скидок и купить, если вам понравилась вещь, чуть потешевле. Различных женских курток, пальто. Тоже можно что-то посмотреть, но вот не буду подробно вам все показывать. Например, вот это пальто без подкладки. Это, к сожалению, полиэстер 100%. И стоит оно 88 белорусских рублей. А вот эта светлая куртка. Верх искусственный мех. Отделочные детали. Это баллонья. На полиэфирной подкладке. Но она в неплохом состоянии. Эта куртка. Её цена сегодня 68 рублей. В одном из секондов. Это Мода Макс. Понравился вот этот кардиган. Понравилось сочетание стёжки цветной и однотонной. К сожалению, он мне был большой. В этот день, когда я его примеряла, он стоил 36 рублей. Дорогие мои зрители, конечно же, я зашла и в фирменный магазин «Калинка». Я много раз вам показывала товары из этого магазина. Магазин находится непосредственно в том же здании, где и сама фабрика «Калинка». И все новые модели сразу попадают в этот магазин. Ну, как я говорю, прямо с конвейера. К сожалению, никаких новых моделей женских курток или пальто или плащей в этот раз в магазине не было. Мне сказали, что сейчас в основном акцент делается на школьную одежду. Надо отдать должное, что выбор одежды для школьников или школьной формы у «Калинки» самый разнообразный. Ну, посмотрите, вот какой замечательный сарафанчик для девочки. Юбочка, ткань-плиссе. Стоит этот сарафан 53 рубля 90 копеек. Дорогие друзья, не буду тратить ваше время, чтобы показывать те модели верхней одежды для женщин, которые есть в магазине. У меня есть плейлист. Он называется «Фабрика «Калинка». И практически все модели, которые сейчас есть в магазине, вы можете посмотреть там. Единственное, что нет всех размеров. Многие модели верхней одежды в «Калинке» сейчас на скидке. Хочу от себя добавить, что я заходила еще в наши государственные магазины, но там ассортимент верхней одежды тоже небольшой. В основном вывешивают те модели, которые, наверное, лежали на складе все лето, а теперь дождались своего часа и их снова выставляют в торговые залы. Я благодарю всех, кто нашел время и посмотрел это мое видео. Надеюсь, оно было для вас полезным и интересным. Благодарю вас за комментарии, за лайки. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, хороших новостей. Увидимся снова. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok